Окей Очень сильно испугалась за себя и своих близких Поэтому это видео я снимаю уже несколько дней после Хочу сразу подчеркнуть, что цель этого видео максимально поделиться опытом Показать, как заболевание проходило у меня и моего молодого человека И насколько разным и непредсказуемым оно может быть Последние несколько месяцев мы смело бегали без масок и перчаток Одевали их только если это требовалось в заведении И вообще были уверены, что мы давно уже переболели в Америке просто бессимптомно Но мы ошибались Все изменилось после того, как мы пошли на вечеринку моей подруги Где было огромное количество людей Естественно, после карантина все очень соскучились друг по другу Мы обнимались, танцевали, пели вместе Мы, конечно же, все были уверены, что нас обойдет Через несколько дней после того, как мы вернулись Я почувствовала, что у меня першит в горле Начала кашлять Для моего организма это весьма обычное явление Поскольку я переболела в детстве астмой И я продолжила заниматься повседневными делами В числе которых была интенсивная тренировка в зале Я дебил? Да, к вечеру у меня начал течь нос И было ощущение, что он опух Кашель усилился Я свела все на обычную простуду Обычные простуды никто не отменял, подумала я Но мое чутье подсказывало мне, что что-то здесь не так Первый день болезни я провалялась, не вылезая из постели У меня была температура 37,2, заложен нос и сильно болело горло Я реально проспала весь день, а все остальное время, пока бодрствовала Полоскала горло, промывала нос и пила теплое питье На следующий день все мои симптомы вдруг резко прекратились Странно, подумала я И к концу вечера на всякий случай решилась дать тест Напомню, я сдавала его неделю назад и он был негативный Мы очень сильно испугались, увидев результат Я осознала, с каким количеством человек я виделась, не подозревая, что болею И первой моей реакцией была повестить всех и позвонить родителям Я вспомнила, что пару дней назад я ехала с папой несколько часов в одной машине Той же ночью я записалась в клинику, чтобы сдать официальный тест Но мой мозг абсолютно отказывался принимать действительность На всякий случай, уже глубокой ночью, я сдала еще один домашний тест Он тоже был позитивный Приехав в клинику, уже в полном комплекте индивидуальной защиты, в маске и перчатках Я сдала тест и получила официальную бумагу Тест был положительный Расшифровка говорила о том, что я нахожусь в самом разгаре заболевания И что мой двухнедельный карантин только начинается На вопрос, как лечиться и что принимать близким в качестве профилактики Мне было просто сказано Лечим симптомы по ходу дела, а дальше разберемся Страшнее всего мне было не за себя, а за моих близких Внимание! Дальнейшая информация не является руководством, как лечить коронавирус Я лишь делюсь собственным опытом Если вы испытываете симптомы, обязательно проконсультируйтесь с врачом и сдайте тест Окей? Я сразу же купила два теста на будущее каждому члену семьи Витамин D, витамин цинк плюс магний и амиксин Противовирусная моделирующая Последнее мы в итоге так и не принимали Вы знаете, я вчера выпила просроченный кефир Я налила его в стакан, начала пить Подошел по рулу и говорит Саша, он плохо пахнет, он испорчен Реально из-за того, что не чувствую запах и вкус Я чувствую, но запах я не чувствую совсем Представляете, ужас, когда ты вот так вот приближаешься К месту, куда побрызгал аромат И просто его не чувствуешь Мои симптомы прошли Я больше не чувствовала себя больной Разве что спала по 15 часов в день Мой молодой человек по рулу заболел через 2 дня после меня И на данный момент он все еще находится в неприятной фазе У него сильно проявляются симптомы Температура 38,6 Очень болит горло и сильная слабость Я слежу за ним, ухаживаю И, конечно же, мы сидим на жестком карантине Никуда не выходя из дома Еду готовим сами, либо заказываем Последние 3 дня смотрим все серии сумерек Саша, Курол, как бы там? Кирова Курова? Мы постоянно находимся на связи с врачом Сейчас наше лечение состоит из иммуномодулирующих и противовирусных препаратов Также витамины Д, С и цинк плюс магний Папа, собственно, ручно приготовил нам Очень концентрированный клюквенный морс Который мы разбавляем водой и пьем с кипятком Потому что это лишний витамин С А так все как при обычной простуде Полоскание горла, промывание носа Теплый чай или теплый клюквенный сок Приходится быть строгой мамочкой для Парула Потому что На! Парул, надо! Нет! Мужчины совсем не умеют лечиться Нам повезло! Симптомы проявились не так сильно Но самая противная часть коронавируса в том Что мы не знаем Как наш организм будет реагировать в ближайшие две недели Вот наши тесты Первый, который я сдала Мой второй тоже позитивный И дальше позитивный тест Парула На пятый, восьмой и десятый день Возможно сильное ухудшение или осложнение Поэтому мы постоянно находимся в напряжении Этот вирус абсолютно непредсказуемый И на сегодняшний день нет официальных схем лечения Лечится все по симптоматике Либо если появляются осложнения То человека просто госпитализируют То есть, как видите, сейчас температура 36 Но при этом чувствует он себя очень плохо У него сильно болит горло И слабость, что ему тяжело сосредотачиваться Также я понятия не имела, что болею Пока мне не проявились первые симптомы Что очень опасно Мы выявили определенную схему Что с каждым десятилетием возраста Симптомы проявляются хуже и хуже Если вы боитесь заболеть Или у вас есть родственники, с которыми вы регулярно видитесь И боитесь поставить их под удар Важно все так же, насколько возможно Оставаться дома И не бегать по торговым центрам и местам скопления людей Естественно, всегда иметь при себе маску и антисептик Мы с Парулом выполняли эти правила Были достаточно осторожны И все равно заболели Я могла поставить под удар здоровье Всей своей семьи А их симптоматика была бы раз в пять сильнее и хуже Я буду обязательно продолжать держать вас в курсе По поводу нашего состояния У себя в инстаграм и в сторис И сидеть на карантине Перед тем, как выходить Мне нужно будет сдать официальный тест Чтобы убедиться, что он отрицательный Пожалуйста, берегите себя И относитесь с максимальным вниманием к своему здоровью Только от вас зависит, насколько вы и ваши близкие защищены от коронавируса Вирус никуда не делся И по-прежнему очень опасен Я читаю все ваши комментарии Здесь в комьюнити ютуб И в инстаграм И директ Огромное спасибо вам за слова поддержки И пожелание скорее выздороветь За вашу доброту и искренность Я вас очень люблю Пока Пожалуйста, не болейте И от меня сейчас не заразитесь Профит экрана Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok